Девы и снова здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер, рада вас видеть на своем канале и традиционно для вас ваш таро прогноз, для вашего знака зодиака на последующую неделю, вперед с 12 по 18 июля 2021 года. Работаем сегодня с двумя колодами, основная колода таро черных котов, вспомогательная оракул символон, колоды, которые наверняка вам известны. Так что приступаем к работе и будем смотреть к чему же вам готовиться, о чем вещают карты. Для тех, кто на канале впервые, расскажу, что мы с вами посмотрим позитив недели, негатив недели, совет от карт, а также посмотрим на символоний неожиданность данного периода. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Итак, какова здесь ситуация? Давайте смотреть. У вас здесь ложится шестерка Пентакли, девятка Кубков и умеренность. На самом деле шикарная неделя. Почему? Потому что тратить деньги на удовольствие. Потому что, видите, получать от этого зону комфорта. Восстанавливаться эмоционально, физически, насыщаться отношением. У кого-то это, знаете, даже восполнение энергетическое от вопросов благотворительности. Потому что шестерка Пентакли также помогать, восполняя энергетику, получать от этого благода, чувство комфорта и стабильности. Поэтому здесь арканы показывают, что действительно неделя для вас благоприятная, шикарная. Если эти карты смотреть с точки зрения личной жизни и вы на текущий момент свободны, то здесь шестерка Пентакли, девятка Кубков могут указывать знакомство с партнером и партнершей, когда вы оказываете другому какую-то помощь. Неважно, тут может быть, знаете, как пробило колесо или подсказать нам, куда пройти и проехать. То есть здесь знакомство, когда кто-то требует какой-то помощи, подсказки. И самое главное, знакомство, которое вас порадует и восполнит. Потому что девятка Кубков и умеренность, это когда вы ощущаете, что вам с этим человеком комфортно либо гармонично. И если же мы будем смотреть вопрос любовных треугольников, то это вкладываться в этот соус, наполнять, оказывать помощь партнеру либо партнерши. Это энергонаполнение, чувственное наполнение и, знаете, насыщение. Потому что девятка Кубков и умеренность, это восполнение эмоционально. Вот с человеком вы отдыхаете рядом и душой, и телом. Если же у вас стабильные связи, то есть вы находитесь, простите, вот вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь оказывать какую-то помощь, поддержку в реализации планов, целей, задач вашего партнера или партнерши. Также это траты на совместный отпуск, совместный отдых, на какие-либо мероприятия. Потому что здесь по картам это то, что вас наполняет обоюдно. Также по этим арканам это проявляет друг другу помощь, заботу, ласку, любовь. То есть вы, знаете, вот энергообмен идет здесь по шестерке Пентакли. Сколько отдаете, столько и получаете. И как следствие насыщаетесь и наполняетесь от этого. Если арканы будем с вами смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете, то здесь вам будут оказывать финансовую помощь и дотации ваше близкое окружение. Если вы в статусе соискателя, это помощь и поддержка в вопросах трудоустройства. Причем девятка, кубков, умеренность. Работа, которая очень нравится. Тут начиная от бальнеологических курортов, каких-то студий, связанных с арт-искусством, исторических, психологических студий, вопросов также косметологии. У кого-то здесь будут проходить гостиничные, рестораны, бизнес. Но связки карт тут широкий спектр, где вы можете трудоустроиться. Но действительно по картам это то, что вызывает в вас комфорт. Здесь также еще проходят благотворительные фонды. Почему я так говорю? Потому что в дно колоды, видите, здесь отшельник. Искать свой свет через свой путь, через свою карму, реализация ваших кармических задач. А у кого-то это, знаете, вкладываться в свое развитие как психолога, давать людям и помогать им в реабилитационных процессах. То есть и мотивацию, и стимул жить, творить, любить дальше. Если же на текущий момент вы являетесь наемным сотрудником, здесь два пути. Первое, это либо отдых, отпуск. И второе, это просто для вас комфортная обстановка. Работа льется как ручей. Никто вас не обременяет. Никто, скажем так, не делает вам нервы. Возможно, могут уйти в отпуск ненавистные вам коллеги, либо руководители. Но действительно вы будете наслаждаться рабочим процессом. И каждый день на работу, как на праздник. Если же у вас свой собственный бизнес, это удовольствие от того, что вы делаете. Даже не от вопросов заработка, хотя деньги волнуют каждого из нас. А от процесса. Потому что здесь по этим картам вы получаете удовольствие от того, что вы делаете. Что вы можете быть полезны другим людям, оказывать им помощь, содействие. Также ваша компания может быть акцентирована на вопросы благотворительности, заниматься благотворительностью. И вы посмотрите, как для вас по этим арканам откроются новые перспективы, возможности заработка. Почему? Потому что закон энергообмена никто не отменял. Вы помогаете другим. И эта энергия приходит к вам обратно. Если с точки зрения здоровья, здесь может вам понадобиться помощь в плане вопросов диеты, либо детоксикации. Потому что девятка кубков умеренности, это у нас чистки, детокс. Возможно, вы будете на курортах вальнеологического характера, где будете пить соответствующую воду, либо принимать соответствующую пищу для того, чтобы решить эти проблемы. Ну, давайте посмотрим негатив данного периода. Какова здесь ситуация? В плане негатива, вот видите, у вас здесь ложится туз пентаклей, шестерка жезлов и десятка пентаклей. То, что будут какие-то существенные траты на семью, на семейные поездки, то есть выше, чем вы ожидали, на покупку транспортного средства. То есть это нельзя назвать негативом. Это позитив. Но, повторюсь, здесь могут быть суммы выше, нежели тех, которые вы планировали. Но ситуация здесь у этого блага. Или, допустим, вы планировали купить одну марку авто, а потом у вас появится какая-то возможность, вы думаете, там, дай, доложу, дозайму, но куплю то, что я хочу лучше, качественней. И вы здесь будете такое что-то приобретать, ну, не могу сказать, что монументальное, но для вас значимое статусное. Поэтому, да, в какой-то степени это будет обременять финансово, но с другой стороны будет дарить вам невероятную радость. Или здесь это может быть более дорогостоящий курорт. Но, тем не менее, как восполнитесь, наполнитесь эмоционально и получите отдушину. Совет. На совет у вас падает рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли, видите, вот вы несете свои ресурсы для достижения, для цели. Рекомендация. Тише едешь, дальше будешь. Почему? Потому что здесь в первую очередь это как пусть медленно, но верно двигаться к своей мечте, к достижению цели, к достижению результата. Поэтому даже если вам кажется, что сейчас какие-то события происходят крайне медленно, не спешите, не форсируйте. Всему свое время. Это аркан взвешенных решений, обдуманных решений, которые придут к вас к правильным целям. Ну и посмотрим с вами неожиданность данного периода. Какова у вас здесь будет ситуация. У вас потрясающие карты. Посмотрите, у вас карта падает, она называется пара. То есть это взаимодействие, это контакт. У кого-то это примирение, для кого-то это будет обретение второй половины. Потому что здесь это взаимодействие с кем-то. Это может быть обретение партнера по бизнесу, либо коллеги, которые вас в чем-то выручат, поможут, поддержат вас. Аркан, который показывает на дипломатичность, на контакты с другими людьми. Это публично-социальная сторона отношений. Здесь в первую очередь, знаете, указание на то, что один в поле не воин. То есть вам нужны партнеры для развития каких-то ситуаций, для деловых, либо личных отношений. Потому что вам необходимо доверять и опираться на поддержку других. Более того, это аркан совместных проектов, совместных усилий. Здесь есть стремление быть с кем-то для реализации задачи. Это карта партнерских отношений. Это разделение ответственности. И, в принципе, знаете, как работа с кем-то в одном едином ритме. Это чувствование партнера. Это учет общих интересов. И здесь, вот совет по этому аркану, и вот если вы хотите реализовать задуманное, либо опирайтесь на партнера, который есть, либо ищите единомышленников, ищите пару, ищите свою дополнение и поддержку со стороны, которая вам понадобится в осуществлении задуманного. Вот такая для вас неделя выходит. Прекрасно. Тут даже добавить нечего, тут нечего перекрывать. Но в любом случае, традиционно, хотя негативных карт нет, но мы служим таким образом, чтобы у вас отыгрывались позитивные аспекты, и вам хватило ресурсов на осуществление ваших целей, задач и мечты. Поэтому закрываем вам всю ту зону Пентаклей, попутного ветра вам в паруса, и пусть все задуманное вами в обязательном порядке осуществится. Я от вас буду ждать обратной связи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы вы были в курсе всех видео, которые выходят на канале. Для тех же, кого интересует вопрос обучения на картах Таро, либо индивидуальной консультации, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео рядом. Я вас искренне благодарю за наше с вами взаимодействие и до новых встреч!